Дуэльный кодекс Российской Федерации. Законопроект с таким названием внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Видимо, конфликты в 21 веке можно решать методами времен царской России. Закономерный вопрос, зачем вдруг в 2018 году понадобился такой закон? Все началось с очередного расследования политика Алексея Навального, который в одном из своих видео обвинил функционеров Росгвардии в коррупции. Спустя три недели глава силового ведомства Виктор Золотов записал ответное видеообращение, в котором ни много ни мало вызвал Навального на дуэль. Хочу сказать, что в своем выступлении вы в отношении меня допустили оскорбительные клеветнические измышления. И знаете, вот в офицерской среде не принято просто так, прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Мы решили выяснить, что думают ивановцы по поводу возвращения к дуэлям, как во времена Пушкина и Дантеса. Вы слышали о том, что у нас в Госдуму внесли законопроект, так называемый Дуэльный кодекс России. Это не шутка? Слышали об этом? Да, я слышал об этом. Что думаете по этому поводу? Ну, заняться людям больше нечем. Ведут себя как, я не знаю, мальчишки, как хулиганы во дворе. И пытаются таким вот образом выставить себя лучше, чем они есть на самом деле. Узаконить фактически просто драки. Решать вопросы не в правовом поле, а кто сильнее, тот и прав. Каким образом нужно улаживать какие-то конфликты между двумя мужчинами? Ну, я думаю, словесно. Я думаю, если что, можно обратиться всегда в суд, правоохранительные органы, и они уже это решат. Дуэли неуместны. Ну, какие дуэли? Вы что, обратно к Пушкину, что ли, захотели? Нет. Дуэли. Когда мы выбираем оружие, шпаде, сабле? Ну, дураков везде полно хватает. Отрицательно однозначно. Есть другие способы. Это допустимо? Драться в 21 веке? В России в 2018 году? Ну, я не знаю даже. То есть вы драками улаживали какие-то конфликты? Нет, ни разу. Ни разу такого не было? С разговорами. А может быть лучше было бы, если бы все было цивильно, так сказать, секундантами, выбираем оружие, пистолеты? Ну, нет, это слишком. А как нужно улаживать конфликты? Я думаю, что для этого существует нас суд, законы и, так скажем, правовое общество для этого и создано, чтобы решать конфликты не с помощью силы, не с помощью оружия огнестрельного и так далее. Вот представьте, вашу девушку кто-то обидел. Что вы будете делать? Буду обижать того, кто ее обидел. Каким образом? Словом или делом? Ну, смотря как обидел. Сначала он поговорит на самом деле, несмотря какая причина, как смотря как обидели. Хорошо, а вот представьте, вас действительно кто-то сильно оскорбил. Морально, в смысле? Морально или физически, неважно. Вы согласились бы, чтобы ваш молодой человек пошел на дуэль с кем-то? Стреляться или на шпагах, на саблях? Нет, мне кажется, скорее всего, это заявление в полицию оставить и так далее. Вот представьте, вас оскорбил какой-то негодяй. Как ваш молодой человек должен вас защитить? Ну, я думаю, что он ответить ему должен что-то. Каким образом? Ну, на каких основаниях, ну, либо спросить, на каких основаниях он меня оскорбил, и при этом дать отпор ему. Каким образом отпор? То есть словами или кулаками? Я думаю, что кулаками не надо. А если слова не помогают? Ну, конечно, физическим, физическим нет, просто уйти от этой ситуации как-то. Ну, как же, ему неприятно. Иступать в конфликт, и все. Ну, как же, вас оскорбили, следовательно, его тоже оскорбили, нет? Вы не находите? Ну, оскорбили, ну, а что делать, если слова-то не помогают? Может быть, силу в ход пустить? Нет. Вашу девушку кто-то оскорбил. Что вы будете делать? Ну, не знаю, наверное, блин, не знаю, честно. Ну, как это? Она оскорблена, честь, достоинство? Ну, нарушу также честь и другого человека, кто это сделал. Каким образом? Ну, то есть вы в драку полезете, или что? Ну, наверное, это будут сначала слова, а потом, если словами не понимают, то, скорее всего, да, драка будет. А может быть, лучше было бы, если бы вся эта драка была такая урегулированная, с секундантами, с оружием? Да. То есть вы за то, чтобы у нас был дуэльный кодекс? Это прикольно. Вероятность того, что дуэльный кодекс примут, невелика. Многие считают законодательную инициативу по меньшей мере абсурдной. К сожалению, вся эта история не шутка. С текстом законопроекта, который состоит из 81 статьи, можно ознакомиться на официальном парламентском сайте. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.